всем привет сегодня я разбираю планировку из пинтереста которые отличаются красочностью наглядностью и нарядностью поехали а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании и так перед нами квартира с одной спальня видимо предполагается что она предназначается для молодой супружеской пары но или для холостяка холостячки давайте смотреть что здесь получается вот это вот вход в квартиру заходим видим какое-то пространство она же прихожая и из нее две двери одна по всей видимости это постирочная потому что стоит вот что-то похожее на стиральную машину другая но видимо гардероб но такого маленького размера что прям я даже не знаю что туда поместится но наверняка что-то поместится но не очень много шкафа здесь нет и поставить его нет никакой возможности можно было бы конечно если бы дверь была смещена то тогда мы бы вот эту нишу могли бы занять под шкаф под часть шкафа но этого здесь нет окей хорошо молодая семья вещей немного пускай это под те вещи что есть дальше постирочная кстати постирочная почему-то больше чем кладовка под одежду может быть их стоит местами поменять или вообще объединить в одну и получить одну большую гардеробную я бы так наверное сделал окей идем дальше и попадаем в коридор в которой стоит кухня классно придумано что мы используем коридор под кухонный гарнитур то есть не занимаем им место в общественном пространстве то есть в гостиной в гостиной есть диван напротив телевизор какой-то журнальный столик и стол прямо посередине ну почти этой комнаты в чем я вижу плюс плюс в том что мы убрали вот этот технологический объем так называемый кухонный гарнитур и какое бы мы там не навели в безобразие его будет практически не видно а гостиная будет всегда оставаться нарядным помещением но через все вот это кухонное безобразие мы же все равно будем ходить правильно будем вот и не очень не нравится что здесь нету солнечного света то есть все время придется пользоваться электрическим лучше все-таки солнечный хорошо дальше смотрим стоит стол напротив окна практически это здорово но он маловат он маленький и не пропорционален на этой комнате все таки хотелось бы поставить побольше и наверное лучше круглый потому что круг он более доброжелателен то есть нету углов вообще круг он воспринимается как более дружелюбная форма да и потом за углы запинаться не будем дальше диван зачем-то зажали в угол диван нужно оторвать от угла обязательно то есть если мы хотим ощущение воздуха то нельзя прижимать к стенам мебель ну и плюс куда-то же шторки должны задвигаться здесь об этом не очень подумали шторок вообще нет но наверное все таки будут захотят хозяева повесить даже если не захотят короче говоря диван нужно отодвигать остается место под что-то вот это вот пустая стена вот видите пустая стена осталась и напротив стола хочется что-то поставить но прям хотелось бы какой-нибудь серван красивый комод сверху над комодом какую-то красоту повесить на него что-то поставить фрукты те же самые это такие мелочи казалось бы и какие-то нюансы но это только казалось на самом деле каждая мелочь важна ну знаете дьявол кроется в мелочах почему но вот если мы поставим какой-то комод наверное нам придется стол немножко отодвинуть а если мы его отодвигаем то и люстру светильник над столом мы тоже отодвигаем а зачем нужна люстра но вообще над столом нужна потому что она создает ту атмосферу ужина например какого-то до семейного которую нам не подарит вот общее освещение вот эти вот светильнички то есть этого не случится если будет просто одна люстра как-то вот где-то как попало висеть посередине то это тоже не очень хорошо то есть мы не сможем зонировать это пространство а здесь все-таки есть явно прослеживающаяся зона столовая и диванной то есть их надо делить и с помощью светильника в том числе с ковром тоже непонятная история зачем его под обеденный стол лучше его в зону дивана постелить потому что когда мы сидим за столом ну то есть там крошки какие-то будут наверное падать хотя я не против ковра под столом он всегда украшает но вот в данном случае мне кажется что ковер лучше все-таки уводить под диван чтобы вот эту мягкую зону еще более подчеркнуть с помощью ковра что вот это она у нас отдыхательная такая территория дальше спальня в спальне почему-то сделан шкаф как гардероб видите каким образом посередине сделаны шкафы вообще эту историю очень любят европейцы вот в испании я много смотрел как сделано в талии вот они любят вот эти вот шкафы вот шкаф открываешь туда как бы заходишь расстояние здесь очень похоже на глубину 80 сантиметров то есть нам нужно все-таки туда немножко зайти чтобы одежду взять я противник таких историй потому что 20 сантиметров у нас вот эти просто пропадают почему бы просто не поставить шкаф и сделать пошире проходы между стеной и кроватью посмотрите они здесь мизерные буквально по 40 сантиметров ну то есть мне на кровать придется запрыгивать прямо вот с ее торца потому что я вдоль стены или вдоль шкафа вообще не пройду а как в шкаф попадать тоже вопрос поэтому здесь вокруг кровати каждый сантиметр он важен поэтому лучше шкаф оставить 60 сантиметров как это рекомендуют все производители по эргономике так написано кто не знает и этого более чем достаточно для обыкновенного шкафа чтобы на плечах висела одежда нормально удобно достали и все в порядке следующее здесь появляется угол вот такой и уступ в комнате видите то есть комната превратилась не в какой-то прямой прямоугольник или квадрат а в какую-то странную форму буквы г вот я стараюсь этого всегда избегать и вам рекомендую тоже этого избегать то есть здесь бы построить стеночку которая будет вровень со шкафом ну или пускай с гардеробом если ничего менять не хочется зачем это нужно затем чтобы помещение выровнять в ровном геометрически правильном помещении все смотрится гораздо гармоничнее ну сами судите например решили вы там молдинги наклеить какие-нибудь или карнизы начали клеить и вот они у вас клеются и подчеркивают форму г ну это же некрасиво а вот если вы по прямоугольнику вы их наклеить это будет гораздо красивее да и потом если мы посмотрим все интерьеры прошлого начиная с классических они все правильной формы даже если это круг или овал то это все равно правильная геометрическая форма без всяких там уступов заступов каких-то дурацких ниш непонятных короче нужно выравнивать дальше здесь остается ванна душевая кабина унитаз раковина здесь есть конечно плюс и минус плюс в том что ванна прямо вход из спальни да и получается такая мастер спальня хотя вопрос зачем в этой квартире для двух или одного человека мастер спальня раз детей нету то есть мастер спальня на самом деле нужно прежде всего тем у кого есть дети то есть это такая территория где можно закрыться здесь она не очень обязательно а тем более хочу делать гостям которые пришли к вам вечерочком и вдруг им так сказать приспичило и что они должны пойти в уборную через вашу спальню но это совсем как-то не очень хорошо потому что спальня это все-таки такая интимная территория мало ли что там на полу валяется а тут гостями приход придется идти через эту вашу интимную зону чтобы сходить в туалет на 5 какой-то в планировке недочет поэтому вот эту стенку возможно лучше убрать здесь дверь замуровать и сделать вот эту вот какую-то общую ванну для того чтобы гости в том числе могли нормально пользоваться санузлом а вы не парились бы по этому поводу ну вот как то так у меня получилось хотя вот выглядит все прекрасно вот ребята пишите в комментариях что думаете по этому поводу ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал всем пока да прибудет с вами муза